И затем, 40 лет тому назад, из-за той работы, которую я делал, пытаясь помогать русскоговорящим людям, 40 лет тому назад, меня арестовали и посадили в коммунистическую тюрьму. И меня приговорили к 10 годам заключения в тюрьме. И я знаю, какие у вас тюрьмы. Я знаю, что во время Сталина 25 миллионов погибло во время войны. Но во время правления Сталина 95 миллионов погибло. Я знаю, что такое Холокост. Я был на территории многих бывших лагерей смерти. Несколько раз я был в Асвенциме. Я был в гетто в Кракове. Я видел Бабий Яр в Украине. Я знаю, что такое страдание. Но когда я был в тюрьме, люди смотрели на меня. И говорили, ты веришь в Бога? Веришь и ты в Бога? Как твой Бог может помочь тебе? Понимаете? Я был в тюрьме в одной из ваших тюрем 10 лет я должен был сидеть там. И люди смотрели на меня. Там были всевозможные преступники. Я сидел в одной камере с убийцами, с контрабандистами, которые возили наркотики, с всевозможными преступниками. Но две вещи произошли. Первое. Когда я жил с этими людьми бок о бок, когда я жил в одной камере с этими преступниками, я увидел их другими глазами. Я не видел те преступления, которые они совершили. Я не видел наркотики. Я не видел их преступления. Я видел людей. Я видел людей. Людей, как твой муж. Людей, как твой сын. И я видел их, как люди, чьи сердца были разбиты. Чьи жизни были разрушены. И я знал, что Бог Израиля это Бог любви. Бог прощения. Бог, который хочет изменять людей. И я начал обращаться к Богу и просить за тех людей, которые были в тюрьме вместе со мной. Я начал рассказывать о Боге Израиля. Я начал рассказывать о Боге, который отвечает на молитвы. И вы знаете изумительно то, Я был в тюрьме, где было 3000 мужчин. Но они хотели слышать. У них не было другой надежды. Их жизнь была разбита. Они потеряли свои семьи. Они были приговорены. Некоторые на 20 лет тюремного заключения. Некоторые умирали в той тюрьме. У них не было надежды. У них не было будущего. У них не было жизни. Но я знаю, что Бог их любит. Бог, который любит тебя. Твой Бог. Твой Бог. И я видел этих людей, так как Бог видит их. Я больше не видел их как убийц и преступников. Я видел их как людей, у которых есть сердце. Которые нуждаются в помощи. Которые нуждаются в избавлении. Алкоголики. Наркоманы. Их не нужно осуждать было. Они нуждались в избавлении. Они нуждались в том, чтобы их кто-то спас. И я рассказывал им о Боге любви. Который несет прощение. Не о Боге наказания. Этот холокост. Это не было Божьим наказанием. Бог избрал это. Бог не поставил ваших любимых туда. Не Бог ваших близких направил туда. Не Бог посадил меня в тюрьму. А злые люди. Нечестивые люди. Они делают зло. Но в той тюрьме я нашел Бога любви. Бога силы. Бога прощения. Бога, который меняет жизни людей. И как вот этот шторм. О котором я рассказывал вам. На Галилейском море. 2000 лет тому назад. Когда эти евреи попали в шторм на этом море. Никто не мог помочь им. Они должны были умереть. Но в своем отчаянии. Они призвали имя Ишуа. И он был там. Где он был. Он не был где-то на небе. Он не был на небе. Он не жил где-то в роскоши. Он не жил в гостинице. Он не жил в гостинице. Он был в лодке. Он был в лодке. И я хочу сказать вам. Те, кто были в тюрьме вместе со мной. Я начал обращаться к Ишуа. Чтобы он помог и избавил их. И точно так же. В твоем кризисе. Когда твои близкие, члены твоей семьи погибали в гетто. Когда твои близкие погибали в Голокосте. Ты обращался к Богу. И Бог избавил. И я хочу сказать. Единственная причина, по которой ты здесь. Бог проложил путь. Бог проложил путь. Бог заботился о тебе. Как образовалась эта страна, это государство. Бог проложил это. Те основатели. Те сионисты. Которые боролись, чтобы попасть сюда. Чтобы найти освобождение здесь. Бог был с ними. Бог был с ними. Бог с вашей страной. Бог в вашей стране. Бог в вашей стране. Бог Израиля. Бог Израиля. Бог Израиля. Он любит вас. Он заботится о вас. Он обеспечивает во всем необходимым. И я скажу вам. Если ты обратишься к Нему сейчас. Какая бы у тебя ни была проблема. Какая бы у тебя ни была нужда. Бог здесь. Бог здесь. Откуда я знаю? Что произошло со мной? Когда я был в той тюрьме. Я сказал, Боже Израиля. Я хочу тебе доказать этим моим сокамерникам, что ты жив. И есть лишь один способ, каким ты можешь это доказать. Я сказал, О Боже, избавь меня из этой тюрьмы. И я скажу вам, что чудо произошло. Большое чудо. Бог избавил меня из этой тюрьмы. Я не сидел там 10 лет. Я начал молиться. И Бог ответил. И через год. Бог направил премьер-министра Великобритании. Который прилетел из Британии. Прилетел туда, где я был. И я летел домой с премьер-министром Великобритании. Благодаря этому чуду. Это служило доказательствам моим сокамерникам. Что ваш Бог. Это Бог, отвечающий на молитвы. Во время твоего кризиса. Во время твоего шторма. Когда ты обращаешься к Нему. Он избавит тебя. И что произойдет в вашей стране, в Израиле, сегодня? И что произойдет в вашей стране, в Израиле, сегодня? Почему я здесь? Почему я здесь? Израиль есть кризис. Израиль угрожает враги, которые хотят разрушить эту страну. И я здесь, чтобы молиться вместе с вами. Чтобы Бог избавил вас. Не американцы. Не даже ваша собственная армия. Бог придет. И за всю историю Израиля. И я могу показать вам 3000 лет вашей истории. И каждый раз. Когда Израиль был в беде. Когда Израиль был в отчаянии. Когда на Израиль нападали враги. Бог приходил, чтобы избавлять. Бог приходил, чтобы избавлять. И я хочу сказать вам. И я скажу вашему Кнессету. И я скажу каждому еврею. И я хочу сказать вам. И через вас я хочу сказать всему Израилю. Обратитесь к Богу Израиля. И Он избавит вас. Я знаю. Когда я находился в невозможной ситуации. Не было возможности освободиться из этой тюрьмы. Только Бог. Только Бог. Мог ответить на мою молитву. И направить премьер-министра Великобритании. И я летел в самолете вместе с ним. Почему? Потому что Бог избавляет. И Бог избавит вас. Бог исцелит вашу болезнь. Откроет слепые глаза. Я дважды получил исцеление от рака. 40 лет назад у меня был рак гордо. 8 лет тому назад, когда я был в Украине. Я был в Киеве. И мне поставили диагноз рак легкого. И меня отправили в Англию. И сказали, езжай в больницу. И в больнице мне хотели сделать химиотерапию. Мне хотели вырезать часть легкого. Но я сказал, я люблю Израиль. Я люблю еврейские народы. И еврей спасет мою жизнь. И вы знаете, почему я люблю Израиль? Это был еврей, который меня спасал. Это еврей, который меня избавил от тюрьмы. Для вас его имя Иешуа. И что это имя означает? Оно означает спасение. Оно означает избавление. Оно означает прощение. Оно означает исцеление. Если ты призовешь Его имя, Он простит всякий грех. Разрушит проклятие прошлого. Исцелит болезнь. Я знаю. Он освободил меня от уст темницы. Он исцелил мой рак. И я живое доказательство силы имени Иешуа. И я хочу молиться вместе с вами. Я хочу помочь вам. Я хочу призвать вашего еврейского Бога. Я хочу призвать вашего еврейского Бога. Я не несу какую-то новую религию. Я говорю о еврейском народе. Я говорю о еврейских пророках. О еврейском писании. И я говорю о природном Сабре. Ага. Он родился здесь. Он умер здесь. И Он избавил меня. Освободил меня. Исцелил мой рак. И Он хочет спасти тебя. Он хочет спасти Израиль. И мы будем молиться за Израиль. Мы будем молиться за вас. И если вы хотите, чтобы я помолился за вас, то я попрошу вас встать. Не бойтесь, просто встаньте. Если вы хотите, чтобы я молился вместе с вами, просто встаньте там, где вы есть. О Бог Израиля. О Бог Авраама. О Бог Исаака и Якова. О Бог Давида. Я призываю тебя. Избавь Израиль. Порази врагов. Уничтож ракеты. Победи Хизбалу. Победи Хизбалу. Победи всех врагов, которые противостоят этой стране. О Бог Израиля. Иерусалим никогда не будет разделен. Это народ никогда не будет уничтожен. О Бог, все, кто пережили Холокост. Все, кто пережили войну. Дай им новую жизнь. Научи их прощение. Научи их прощение. Во имя Иешуа. Принеси исцеление. Спасение. И прощение. И если тебе нужно чудо. Положи руки туда, где твоя болезнь. Если это голова, положи туда. Если это сердце или спина. Ноги. И произнеси слова этой молитвы громко вслух вместе со мной. О Бог. Ты мой отец. Ты Бог Израиля. Ты любишь свой народ Израиль. Я еврей. И я обращаю к тебе, еврейскому Богу. Сверши чудо. С силой имени Иешуа. Докажи, что Иешуа жив. Докажи, что Он Сын Божий. Исцели мою болезнь. Забери все симптомы. Сейчас. Когда я призываю тебя. О Бог Израиля. Избавь меня. Избавь меня. Избавь меня. Исцели меня. Освободи меня. И я воздам благодарность. Богу Израиля. Богу Израиля. Аминь. Если ты знаешь, что чудо произошло, пожалуйста, помаши рукой. Пожалуйста, помаши рукой. Чтобы я мог видеть. Да, пожалуйста, помаши рукой, дай знать, если ты знаешь, что Бог совершил чудо и слил тебя. Бог блесит тебя, Бог блесит тебя. Скажи, что случилось, что случилось, хорошо? Стою я на этой сцене благодаря тому, что есть Бог в Израиле. Есть Бог в Израиле, который творит чудеса во имя Ишуа Мишеха. И я хочу рассказать эту удивительную историю, которая случилась в далекой России 10 лет назад со мной. Тогда я находился в очень плохом состоянии. Я находился буквально на грани жизни и смерти. Без преувеличения я находился при смерти. Дело в том, что в прошлом я был преступником. И как всех преступников однажды сажают в тюрьму. Я сидел в тюрьме, и у меня была гангрена левой ноги. И очень долго я находился там без лечения. И уже полностью гангрена и некроза не съели в эту ногу. И был полный некроз левой ноги. Я не мог ходить, у меня был сепсис, заражение крови. И у меня у самого уже не было ни о какой надежде. И у меня не было ни одного шанса на то, что я уже... Не то что с ногой останусь. Но вообще я не думал даже о жизни. И меня привезли в больницу. И один верующий брат сказал, что нам в город приехал брат Дэвид Хатсавей. И меня буквально в смысле, меня принесли на носилках на это служение. На подобное собрание, на подобное служение. Меня привезли на носилках. Я не мог ходить. Я очень часто терял сознание. Я приходил в сознание буквально через пять минут, и я снова, потому что были очень сильные боли. И я был растащен, я не мог не есть. И после молитвы во имя Ишуа, что-то начало происходить. Меня вернули в больницу. На следующий день доктор Дэвид посетил меня в больнице, совершил там молитву за исцеление надо мной. И на тот момент ситуация была на самом деле очень серьезной. И мне хотели делать операцию, мне хотели ампутировать ногу уже на следующий день. Я должен был подписывать бумаги о согласии на операцию. И Дэвид сказал, ни в коем случае не позволяйте, ни в коем случае не давайте это разрешение на эту операцию. Дэвид, ты помнишь? Не в коем случае не давайте это разрешение на эту операцию. Хотя я умирал, и все врачи говорили, нет, если ему не отрезать ногу, он умрет, это точно. Unless we cut your leg off, you will die. There are no other chances. Но мы поверили этому слову от Бога. Но мы поверили этому слову от Бога. И на самом деле пришло исцеление. Начало происходить исцеление. И Бог исцелил мою ногу. И я сейчас стою на своих ногах без всяких протезов. Боих ногах, без всяких протезов. Бог исцелил мою печень. Бог исцелил мою жизнь. He's changed my life. Кардинально изменилась моя жизнь. It's radically changed my life. Теперь я больше не преступник. Я не сижу в тюрьме. Я не страдаю болезнями. Я не страдаю болезнями. У меня есть замечательная семья. У меня твой детей. У меня есть здоровая семья. Здоровая жена. Здоровые дети. Здоровая женщина. И здоровые дети. Также у меня моя бабушка здесь, на этом собрании, которая тоже получила исцеление от астмы. Это реально она болела астмой. У нее была тяжелая форма астмы. И она получила исцеление. И еще один момент, который еще более удивительный, на мой взгляд. В той больнице, когда я лежал, и я практически был иногда в сознании, иногда без сознания. Это были боли. Я ничего не понимал, что происходит. Я не надеялся на жизнь. И вот в тот момент, тяжелый, Дэвид сказал после молитвы такие слова, Дэвид сказал, after the prayer, пройдет немного времени, и мы будем с тобой свидетельствовать, и ты будешь свидетельствовать вместе со мной в Израиле. Хотя он не знал, что у меня есть еврейские корни. Я сам так как не думал о репатриации. Вообще не было таких мыслей никогда. И вот уже больше года, и вот уже год я совершил месяц семь лет, мы совершили Алию, мы репатриировались, и мы живем в Израиле. Пророчество исполнилось. И поэтому пророчество произошло. Я хотел бы добавить что-то. Я была на том собрании, куда привезли Антона на носилках. И это была его бабушка. И она подошла ко мне и сказала, пожалуйста, пусть Дэвид помолится. Она не была готова, чтобы ее внук умер. Она не хотела, чтобы ее внук умер в грехах. Она призывала Бога. И я хочу сказать каждой маме и каждой бабушке здесь, не сдавайся. Не сдавайся в отношениях к своими детьми. Призывай благословение Божье. И Бог ответит тебе. Он сделал это. Это чудесно. Я не знал, что Антон был в Израиле. Вы представляете, насколько замечательна эта встреча? Встретиться с ним вновь, спустя 10 лет, в Израиле. О, халлилуйя! Какой чудесный Бог! Бог жив в Израиле. Аминь! Аминь! Аллилуйя! Аминь! О, Бог bless you. Thank you. Многие программы, потому что в限界 времени мы только показываем частью этой сообщения. Но я хочу сказать, что если вы идите на нашу сайт, на интернет, you can see the whole message, the whole thing, from start to finish, because we have no time limit there, and you can view it at your own time, any time, 24 hours a day. So I want to welcome you to watch the internet and watch these programs in full. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people, in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. Thank you for watching this program. And I want to be able to show you how you can experience something of what you've seen in these programs. And really, what it means, it's to be and have a new life, your new self. And in fact, I've got a booklet specially for you, which is entitled Your New Self. And it shows you how through Jesus Christ, through the Bible, you can come out of the old life and begin a completely new life. These are simple things. And I want to send this to you completely free to help you. I want to have this communication. Please contact me. Just write to me. Let me have your address and I'll send you this booklet. And it's called Your New Self. And you can have this right now. And then I've got a lot more exciting things to share with you. Thank you for watching. God bless you. God bless you. God bless you.